В Волгограде сложно найти работу? Сложно, да. Особенно на государственную работу, официальную сложно. Я считаю, что очень сложно. Я считаю, что сложно. Надо пытаться указать усилия и уметь что-то. По сути, да, можно. Я считаю, что в Волгограде при необходимости можно найти работу. Наверное, не очень легко, если ставить высокие планки по зарплате, но можно. Плохо оплачиваем, найти легко. Дворником, увозчицей можно найти. А что-то более приличное найти, я думаю, невозможно. Молодежь особенно очень тяжело, без опыта работы не берут. Везде требуется либо с опытом работы, либо по знакомству. ГОПТ изначально был промышленным, поэтому, наверное, долгие годы нужно, чтобы перевооружиться. Многие предприятия закрываются, потому что крупные такие. В магазинах может быть, в такой сфере обслуживания может быть возможно. Вот такое что-то по специальности довольно-таки сложно. Мне кажется, все это о том, что нет поддержки бизнеса. Наоборот, налоги идут, увеличиваются. Сборы все различные. То есть, посмотрите, буквально за последние несколько лет, насколько больше новых налоговых сборов было введено. Обещание власти о том, что не повышать налоговую нагрузку на бизнес не выполняется. Я так думаю, надо, наверное, больше рабочих мест создавать. Производство запускать, которое у нас совсем порушено. Это самое основное. Выпускников много заканчивают вуза. Работать выпускникам негде. Мы, люди старшего поколения, вроде работаем по своей работе, а молодым, заканчивая институт, устраиваться на работу негде, потому что нет никакого производства. Больше открывать каких-то государственных учреждений. Я, например, в детском саду работаю. То есть мне было легко найти. А вот людям с другой профессией очень сложно, потому что мало мест рабочих. Работодателям нужно быть более лояльным к молодым специалистам, которые только начинают свою карьеру и, соответственно, как-то потокать к этому. Нужно просто принимать соответствующие меры и не давить бизнес налогами. Просто надо стимулировать и все.